Итак, последний день, утро. Сегодня у нас контейнер приезжает. Вот такой вот красивый рассвет. Собираем последние вещи, последние коробки. Осталось совсем чуть-чуть. Итак, ситуация. Сегодня мы грузим все в машину. И заказали 4 человека на погрузку грузчиков. И приехало только 2. У нас куча вещей. И, в общем, сейчас мы нашли, искали в попыхах другую компанию, кто может приехать все это погрузить. Вот наши все вещи стоят. Сейчас должен приехать трак. Я надеюсь, что приедет контейнер, что с контейнером не будет никаких проблем. И, вы знаете, все... Вот мы сейчас начали прозванивать все мовинг-инговые компании. Все в основном... Все в основном русскоязычные ребята. Ждем контейнер. Надеюсь, сейчас через 10 минут. Вы сказали, с 10 до 11. Уже без 10 до 11 контейнера нет. Что-то немножко такая... Все. Моверы не приехали. Контейнер где-то в дороге, надеюсь. Сейчас, через час сказали, приедут другие ребята. Не знаю, будем сами погрузить матрасы, наверное, или что. Валера у меня, конечно, будет надрываться. Вот так вот все это выглядит у нас сейчас, на улице. Итак, мы приехали к нам ребята. Просто выручили нас. Нам приехали. Вот смотрите, как работает. Работники. Как ваша компания называется? Русско-говорящие. 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 Вообще молодцы. Они приехали. Такой форс-мозол. Они буквально за полчаса справились. И сейчас работают быстро. Все русско-говорящие. Привет! Привет! Я просто говорю, как все говорят русско. Так что вы должны... Сейчас... Я говорю по-русски. Говори по-русски. Да, я говорю по-русски. Сейчас я буду подключить камеру. Можно я спросить что-то? Можно я спросить что-то? Что ты собираешься здесь сегодня? Я собираюсь покушать шаверму. О, ты понимаешь, да? Это моя... Это моя зажигалка. Это моя алхазиагалка. О, ты говоришь русско! Ты работаешь с ними долго? Да. Лучше достаточно говорить русско? Да. Лучше, чтобы... Да. Да, зажигалка. Это самое важное слово. Это самое важное слово. Мое пиво. Мое пиво. Мое пиво? Окей, зажигалка. Пиво. Райд Мувин Компани. Ребята, а вы откуда приехали? Я из Москвы. Из Москвы? А как давно? Чуть больше года. Вау, серьезно? Какие молодцы. А ты откуда? Из Москвы. Мы все москвичи. А ты откуда? Из Москвы. А, вот. Все. Из Москвы. Ты тоже из Москвы, да? Да. Да, я вижу. Я вижу. Я могу читать. Из Москвы. Да. Домодедово. Ты из Москвы, да? Да. Да. Я вижу твой акцент. Я чувствую. Зажигалка? Пиво? Моя бутылка. Моя бутылка, я. Здорово. Смотрите, какой у нас тут бардак сейчас происходит. Ребята, очень классно. Просто умницы. Приехали, все быстро, все компактно, все нам сейчас запакуют. То, что мы не успели профессионально. И буквально мы звонили уже в последний. У нас подвели. И в последние буквально за пять минут они сразу нашли четыре человека. Couple movers. Итак, что происходит? Мы ждали контейнер с десяти утра. Сейчас три часа дня. Водитель вообще тупой-тупой. Эта компания прислала вот это все время. Я платила ребятам moving company. Сейчас construction у нас напротив строят здание. Они перерыли дорогу. И водитель не может заехать. Только после того, как я накричала на всех. Сейчас зарывают эту яму, которую они вырыли. Только для того, чтобы проехал этот трак. Но водитель я не уверена. Он тоже снимает. Я в шоке. Садись за руль. Вот эти пацаны, которые два месяца... А, он снимает, знаешь зачем? Я ж буду жаловаться. Он скажет, вот смотрите, я не мог проехать. Он скажет, я обязательно буду жаловаться. Скажу, давайте мне бабки. И он снимает, что он не мог заехать сюда. Самое главное, что пацаны не могли здесь два месяца дорогу сделать. Они же сделали за 20 минут. И вот так вот сейчас мы ждем, когда все это зароют обратно. Они рыли это полдня с 10 утра. А теперь они зарывают, потому что вот этот водитель, он никак не может сюда заехать. Этим траком он стоял, кружил, кружил. Сейчас он гуляет. У него есть время. У меня сейчас деньги капают. Что вы мне нужны для этого? У нас нет свободы? А сейчас есть 충분ь? Может быть. Участница? Участная машина. Участная машина. Участная машина. Участная машина. Скажи мне. Где ты был от 10 а.м., скажи мне? Я ждал тебя от 10 а.м. Знаешь, сколько я плачу? Знаешь, сколько это, ребята? Знаешь, сколько они стоят? Знаешь, кто их плачет? Скажи мне, потому что я знаю, что ты веселый, но моё деньги в порядке сейчас. Мы ждем, мы планируем все от 10 а.м. Знаешь, сколько я плачу от 10 а.м.? Знаешь, сколько я плачу от 10 а.м.? Я знаю, я плачу твою компанию, и я знаю, кто будет плачу от этого, потому что это не моя причина. Я поговорил с человеком, он предложил мне 10 а.м. Да? Эти парни, я тоже поговорил с ними. Я поговорил с моими близкими. Я организовала все. И теперь что время? 4 часа. Почему они должны это делать? Потому что ты лезешь? Все там, но моё время в течение дня от 10 а.м. Я плачу каждый день. И эти парни. Ты думаешь, что это достаточно места для тебя? Можно попробовать? Или мы останемся здесь? Не, не. Что мы будем делать? Не, не. Мы ждем для чего? Мы ждем для чего? Мы ждем для чего? Просто нужно понимать. Здесь. Окей. Теперь они сейчас зарывают вот эту яму. Хотят засыпать тоже. Вот видите? Это просто. Вот так вот во Флориде все работает. Пока ты ни на кого не кричишь. Тебе никто не... Я просила. Я подходила. Он ехал с той стороны. Я подошла к конструктору и сказала с той стороны. Перекройте мне, пожалуйста, дорогу, чтобы у меня проехал контейнер. Мне отказали. Сказали. Не, мы не можем. Теперь дорога перекрыта уже, не знаю, полчаса. И они сейчас все зарывают. И только таким образом я сказала, окей, вы не перекрываете. Тогда я тоже жалуюсь, вы мне не помогаете, я вам не помогаю. У вас здесь билдинг строится, который у меня пыль в квартире, у меня машина каждый день я мою. За это все заплатит ваша конструкция. Поэтому сейчас вот таки все шевелятся, зарывают ямы, которые они рыли целый день. Потому что с ними разговариваешь жестко. Я устала. Ну, как-то вот реально устаешь. Ну, нельзя. Надо только все жесточем жить. Сейчас смотрите, что делается. Вау. Сколько работ из одного водителя. Представляешь, они жили вот это полдня, а сейчас это все зарывают, потом будут опять вырывать. Ну, скажи, допустим, если бы это у нации в стране случилось, вот кто-то бы зарывал это? Ну, вот сейчас началось движение. Наверное, у них какие-то или нарушения, или это просто менталитет. Ну, я думаю, что как-то здесь без слова «человека» слово «человека» очень много писателей. А то ругаешься, могут быть проблемы. Может, ругаться, могут быть проблемы. А у нас кто ругаешься, не ругаешься, не ругаешься. Тебя бы послали и все, и сказали. Ну, ты принесите деньги.